Народная легенда, любимец женщин и детей. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Из космонавта Юрия Гагарина советская пропаганда десятилетиями лепила героя. Товарищ Гагарин, честь и хвала ему, большая благодарность. О нем сочиняют стихи и поют песни. Гагарин, я вас любила. Космонавтам Кремль и Роскосмос до сих пор хвастают перед всем миром. Это не зря. Космос наш. Это 61-й год. Но этот человек в скафандре полностью фейковый кумир, ставший героем совершенно случайно. Такого космического полета не было еще. О каких секретах Гагарин молчал до самой смерти? Кто виноват в гибели космонавта? И почему этот наивный на первый взгляд парень претендует на звание величайшего в мире обманщика? Апрель 1961 года. Москва. Толпы советских людей празднуют грандиознейшее по тем временам событие. Возвращение из космоса астронавта Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Ни в тот день, ни даже через годы большинство из них не задумалось, почему о научном прорыве Кремль сообщил постскриптум. Только после приземления Гагарина, не делая анонсов по телевизору, чтобы вся страна болела за своего героя. Лишь немногие, посвященные вправду, знали – все очень неоднозначно. Поехали! На самом деле восклицание Юрия Гагарина должно было звучать как «приехали» и не просто так. Восходное положение занял, поэтому несколько задержал с ответом. Во времена СССР эти кадры народу представили как последние минуты перед взлетом «Востока». Это был довольно-таки короткий промежуток времени, в течение которого я, по-моему, вел себя совершенно спокойно, не нервничал. Спустя десятки лет родная дочь Гагарина, Елена, раскрыла тайну. Пафосная кинохроника – не настоящая подготовка к отправке в космос, а всего лишь спектакль для наивных широких масс. А вот эти уже знаменитые кадры, цветные, он в скафандре поднимается, он садится в ракету. Это не сценировка была снята после 12 апреля? А когда снимали ее? Я не знаю точно, но через некоторое время. Через считанные дни после мифического прилета лицо 27-летнего неизвестного пилота стало самым узнаваемым в мире. Журналисты десятков стран ловили каждое его слово. А у советских детей появилась общая мечта – стать космонавтами. Никто даже подумать не мог, что с экранов телевизоров им улыбается величайший в мире обманщик. Все мои мысли были направлены на то, чтобы как лучше ее выполнить, как правильно выполнить эту программу. Ослепленные персоной Гагарина россияне были уверены – почетную миссию ему доверили за профессионализм. На самом деле военный летчик уступал в мастерстве многим своим коллегам. И героем стал скорее случайно, благодаря вечным комплексам вождей СССР и их постоянным промахам. Если вы будете ухать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь ухать. В 1961 году Соединенные Штаты Америки публично объявили о скором запуске корабля «Меркурий Редстоун-3». Уже тогда в Советском Союзе ненавидели американцев, особенно ученых. Не желая уступать первенство в космосе, Никита Хрущев дал подчиненным задание – любой ценой обогнать конкурентов. При этом вожди кровавого государства сами не верили, что запуск в космос живого человека и его возвращение возможен в принципе. Собаки Белка и Стрелка погибли в полете, замерзли насмерть. А советские ракеты, собранные в спешке, взрывались прямо на стартовой площадке. По приказу Кремля к звездам пытался вырваться летчик-испытатель Петр Долгов, но погиб при посадке. Потом немножко не долетел Владимир Ильюшин. Он сделал вынужденную аварийную посадку в Китае, был арестован и лишь через год тайно передан в руки СССР. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Позорные провалы, как всегда, засекретили. А дальше, панически боясь проиграть гонку Америке, выдумали историю о величайшем подвиге человека. Подыскали исконно русского по внешности человека и понеслось. Летать мне в космос понравилось, очень понравилось. И на ближайшее время я хотел бы побывать на Луне, летать к Венере, на Марс. Гагарин так заигрался в героя, что сам не понял, как шаг за шагом выдал тайну космического масштаба. Он не летал в космос. И даже ракета «Восток» не покидала пределы взлетной площадки. Методичка, по которой работал Юрий Гагарин, с самого начала была наполнена ляпами. Например, так фантазер в погонах описывал процесс взлета. Когда стало исчезать влияние гравитации, я почувствовал себя превосходно. Невесомость не сказывается на работоспособности человека. Никто другой тогда не мог убедиться, так ли это на самом деле. И Гагарину поверил весь мир. Ракета идет гораздо плавнее, гораздо спокойнее, чем поезд. И этой качки и тряски не наблюдается. Уже второй советский космонавт Герман Титов рассказал прямо противоположные вещи. В полете чувствовал себя плохо. От перегрузки голову раскалывала боль. И в итоге мужчину стошнило. Неужели Гагарин — супермен? Или все же суперлгун? Не хочу быть монополистом в этом деле. И у меня есть много друзей-космонавтов, которые рвутся прямо-таки, рвутся в космос. Теперь, когда полеты в космос стали буднями, известно. Во время взлета ракеты пульс астронавта сокращается до 40 ударов в минуту. А нагрузка от изменения гравитации в несколько раз больше веса человека. И это в суперсовременных кораблях, а не советских железках. Но в СССР любили врать с размахом. Чтобы за душу брало. Гагарин с упоением рассказывал, пролетая над территорией Советского Союза, видел пахотные поля. Как не сфотографировать родные красоты, чтобы вся необъятная страна тоже расчувствовалась? Очень просто. Иностранным журналистам Гагарин признался, на космическом корабле, начиненном по тем временам супертехникой, не было фотоаппарата. Теперь даже детям известно, пейзаж Земли из иллюминатора выглядит так. Финал истории о легендарном полете «Самый скрепный». В книге воспоминаний Гагарин пишет, во время приземления пел свою любимую песню. Родина, конечно же, не знала, что подобные концерты нереальны. Из-за колоссальных нагрузок при приземлении космонавтам сложно дышать. Они могут даже потерять сознание. Но все, что потерял тогда Гагарин — совесть. Променяв ее на выгоды, недоступные простым россиянам тогда и даже сейчас. Это район «Звездный городок» под Москвой. Когда-то специальное элитное поселение для космонавтов. Здесь в качестве вознаграждения за полет, или, скорее, полет фантазии, Гагарин получил четырехкомнатную квартиру. Полностью укомплектованную, включая дефицитную бытовую технику. Похожее по метражу жилье здесь теперь стоит от 9 до 12 миллионов рублей. Непосильная сумма для фанатов советского героя. Ну, наверное, так уж устроен человек, и особенно наш советский человек, чего бы он не достиг сегодня, завтра ему уже будет мало. Поэтому приложением ко всему стал автомобиль «Волга» и бесплатный бензин к ней. Кроме того, Гагарин обогатился на 15 тысяч рублей за один раз, в то время как зарплата обычного человека составляла в среднем 81 рубль. Гагарина сделали кавалером Ордена Ленина, героем Советского Союза. Он побывал во множестве стран, в то время как миллионы его сограждан были невыездными из страны концлагеря. Но главным бонусом стало то, чего Гагарин точно не ждал — нервный срыв, который, по предположениям его знакомых, свел космонавта в могилу. На частых публичных встречах былой весельчак выглядел все более напуганным, говорили очевидцы. Постоянно оглядывался на свое начальство позади, боясь сказать лишнее слово. Но о таком люди в СССР не знали, как и об алкоголизме своего идола. Свидетели вспоминают, однажды во время отдыха в Крыму космонавт напился и заперся в кабинете с медсестрой. Когда его жена Валентина постучала в дверь, любитель высоты бесстрашно выпрыгнул с балкона и разбил себе лицо. Первое лицо тогдашней космонавтики. Ну, когда подойдет моя очередь, очевидно, я... 27 марта 1968 года Гагарин вместе со своим коллегой Владимиром Серегиным разбились насмерть, совершая тренировочный полет на МиГ-15. Было очень странное заявление сделано. Самолет совершил резкий маневр, связанный с отворотом от стаи гусей. Дело расследовали 200 экспертов, но разбирательство прервал Брежнев, строго засекретив все его результаты. Именно его режим убил Юру. Долгие годы говорила мать космонавта. А жена Валя, по некоторым данным, получила психическое заболевание на фоне колоссального стресса. Для всего СССР смерть Гагарина стала трагедией. Но есть в ней нечто символическое, переходящее в ироничное. О кончине космонавта людям сообщили только спустя два дня, 29 марта, старательно спрятав все истинные следы события, как и в истории, с тем самым полетом. Чего бы вы сами хотели достигнуть в изучении космического пространства? Ну, как у нас говорят, такая есть поговорка, аппетит приходит во время еды. Советский режим проживал и выплюнул самого Юрия Гагарина, который очень, возможно, больше всех остальных мечтал побывать в космическом пространстве. Но когда ловишь звезду сам, те, что выше, уже не для тебя.